Здравствуйте, мои дорогие! Мы наконец-то с вами встретились на моем блоге пяти бесплатных уроков, которые называются «Сдвинься с мертвой точки и начни действовать». Давайте немножко познакомься. Зовут меня Курячая Татьяна. Я старший директор в компании «Фаберлик», руководитель двух представительств нашей компании и сертифицированный бизнес-тренер тоже нашей компании. В свое время я работала товароведом-кассиром крупного гастронома. На тот момент детки мои были очень маленькие, муж работал на заводе, и такое время было тяжелое, что постоянно не хватало денег. И я вступила в компанию «Фаберлик». Я не надеялась, я не рассчитывала, что у меня может получиться. На тот момент я была абсолютной ноль в сетевом маркетинге. Я абсолютно не понимала, как делать, что делать, куда двигаться, какие действия необходимо сделать. Ну, мне захотелось, я попробовала и пришла в компанию «Фаберлик». И вот однажды мой наставник сделала мне очень хорошее бизнес-предложение. Она сказала, я набираю сейчас группу людей, которых я буду ввести с нуля до крупного успеха. И задала мне вопрос, как ты на это смотришь? Я подумала, я взвесила, я приняла решение, уволилась из магазина и ушла практически в никуда. Я на тот момент не до конца верила в то, что у меня все получится. Ну, вы знаете, самое удивительное, что я сейчас безумно благодарна своему наставнику, потому что именно этот мой шаг дал мне возможность быть успешным бизнесменом и очень сильным лидером в компании «Фаберлик». Найти огромное количество друзей, единомышленников, лидеров и радоваться за их успехи. Итак, мы начинаем. Первый наш урок называется «Анализ». Многие скажут «Ну и что? Ну и зачем?» И я вам отвечу. Дело в том, что анализ необходим для того, чтобы понять, кто вы. зачем вы сюда пришли, чего вы хотите на самом деле, что вы делаете и чего вы не делаете, что вы знаете и чего вы не знаете, правильном ли вы направлении идете или нет. И вот именно вот этот урок, анализ, он даст вам возможность немного взглянуть на себя, на свою структуру и на действия, которые вы делаете. Я сейчас нарисую небольшой такой слайдик, который вам пригодится. Вообще всегда любое действие нужно начинать с анализа. Потому что если мы не будем обращать на это внимание, то наши действия могут быть абсолютно неправильными. Анализ. Что же нужно сделать после того, как проанализировать свою жизнь? После этого необходимо поставить себе цель. То есть, например, проанализировали, и вы понимаете, что вы недовольны. Поэтому нужно поставить цель. Что же сделать после того, как поставили вы цель? Нужно обязательно написать план. Если не будет плана, толку ноль для вашего действия. После плана обязательно должны быть самые действия. Если вы не будете действовать, даже сделав вот этот шаг, сами деньги к вам не придут. И структура тоже. После действий мы получаем результат. И казалось бы, все на этом закончилось. Но на самом деле у нас бывают неудовлетворительные результаты, не то, о чем мы мечтали. И очень многие берут и просто заканчивают, закрывают эту тему и говорят, да, у меня ничего не получилось. И бросают. Я рекомендую, любой результат, это результат, даже если он отрицательный. Когда вы получаете результат, его необходимо опять проанализировать. Проанализировать, вина ли это ваше. Может быть, вы что-то не доделали. Может быть, вы двигались не в том направлении. Может, не те методики использовали. И очень важно, если вот этот круговорот вы будете делать. Потому что на каждом этапе роста вашего у вас будет свой анализ, свои цели, свои действия, свои планы и свои результаты. Не останавливайтесь на достигнутом. Еще для того, чтобы понять, что нужно обязательно вот это все, представим, что убираем, например, предположим, план. Очень многие говорят, я не люблю планировать. Да, без проблем. Можно без плана. Но представьте, что добавки в анализ 100 долларов, в цель 100 долларов, в действие 100 долларов и в результат 100 долларов. Все знают математику? Я надеюсь, что да. Перемножьте вот эти все пункты. И если плана у нас нет, или, например, какого-то из пунктов, то мы ставим там нолик. Если перемножить все, какие бы ни были высокие цифры, ноль съест полностью все. Все, что вы хотели, превратится в ноль. И для этого, прежде чем начать что-то делать, необходимо проанализировать себя далее. И сейчас у вас открылся слайд, на котором есть 10 вопросов, которые необходимо задать себе. Первый вопрос. Удовлетворены ли вы своим нынешним результатом? Может быть, крупные лидеры меня смотрят. Ну, у них результат для вас кажется, для более, ну как вот, новичков, кажется очень большим. Но не всегда крупный лидер доволен своим результатом. Вы довольны или нет? Второй вопрос. Что является главной помехой в вашем росте? Вот здесь очень важно подумать. Потому что это могут быть близкие люди, это могут быть неблизкие люди, это могут быть недоделанные дела, неправильное планирование времени. Подумайте над этим пунктом и сделайте ответ правильный. Может быть, у вас будет несколько пунктов. У каждого свое. Третий вопрос. Кем вы себя видите через год? А через три? А через пять? А через десять? Я понимаю, что на этот вопрос очень сложно ответить разом сейчас. Это вам домашнее задание. Это вам необходимо дома посидеть и подумать над этим. Может быть, несколько дней. Потому что, когда мне задали этот вопрос, для меня это было сложно. Я видела себя через год, через три, но чтобы через десять вот там озарение пришло. Подумайте и определитесь, кем вы хотите быть, какими вы будете, в каком направлении вы будете двигаться. То есть сейчас вы и потом, какие вы будете? Следующий вопрос. От чего вы готовы отказаться, чтобы достичь своей цели? Многие скажут, ни от чего не хочу отказываться. И будет неправ. Потому что очень часто наше время и наши ресурсы съедает сериалы, телевизор, копание в интернете, игры. Есть люди, которые с удовольствием играют в разные игрушечки. И время уходит впустую. Подумайте, от чего вы готовы отказаться. Может быть, от часа или от двух часов сна. Может быть, от выходных. Может быть, от каких-то поездок куда-то. Подумайте. Это только от вас зависит. Потому что вы это время используете для достижения своей цели. Следующий вопрос. Берете ли вы на себя ответственность за свою жизнь и за свои результаты? Очень часто многие консультанты обвиняют других людей. Да не только консультанты. Простые люди. Они обвиняют. Вот там не так соседка посмотрела. Здесь не так произошло. И пошло, и пошло. И правительство виновата во всех ее грехах. И врачи, и все остальное. Да неправда. Каждый из нас делает свою жизнь сам. Это я вам могу говорить и гарантировать. Потому что я свою жизнь сделала сама. И я ни на кого не грешу. Если происходит какая-то проблема, то я просто-напросто беру себя в руки, нравится мне это или нет, и иду к своей цели. Следующий вопрос. Регулярно ли делаете действия для достижения цели? Многие говорят, я делаю, 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 а толку никакого. На самом деле, очень часто люди подразумевают делаю, 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 это один раз в неделю. Или два раза в неделю всего по одному часу. Регулярные действия приводят к результату. Вы какие действия делаете? Задумайтесь и ответьте себе честно. Я все равно не прочитаю. Но вы сами будете честными перед самим собой. Следующий вопрос. Любите ли вы свою работу? Я имею в виду компанию Фаберлик. Очень многие не воспринимают компанию Фаберлик, сетевой маркетинг, как работу. Как бизнес, как деятельность свою. Они многие воспринимают совсем по-другому. Но здесь вопрос в другом. Любите ли вы свою работу? Любите ли вы компанию? Любите ли вы людей, которые с вами сотрудничают? Любите ли вы клиентов? Любите ли вы какие-то действия в компании Фаберлик? Фаберлик, что любите вы? И любите ли вы вообще? Очень важно любить свою работу. Если вы ее не любите, сразу ставьте крест, выключайте компьютер и заканчивайте нашу деятельность. Это бесполезно. Очень важно любить ее. Следующий вопрос. Что она вам приносит? Удовольствие или деньги? Задаю этот вопрос не просто так. Потому что многие приходят именно в сетевой для того, чтобы потусоваться. Для того, чтобы пообщаться, получить положительную энергию. И все на этом заканчивается. Потому что удовольствие – это классно. Деньги – это здорово. Но если есть удовольствие, но нет денег, в конечном итоге удовольствия надоедят. Если есть деньги, но нет удовольствия, в определенный момент люди просто чувствуют дискомфорт. Поэтому очень важно, чтобы работа приносила и удовольствие, и деньги. Я сейчас живу в этом настроении, в этом состоянии. Мне безумно все нравится. Следующий вопрос. А сами доходы, которые вы получаете в компании Фаберлик, вас устраивают? Задумайтесь. Если они вас не устраивают, то это как раз блок для вас. Это начало-начал, которое может вам помочь сдвинуться с этой точки. Следующий пункт. Готовы ли вы, именно вы, кардинально, изменить свои шаги и свое отношение к деятельности в компании Фаберлик? Задумайтесь. Потому что очень важно принять приоритет. Очень важно поставить точки над И, что я готова, я начинаю. Очень часто многие говорят, я об этом подумаю завтра. И завтра, и завтра, и завтра и начинается день сурка. Я надеюсь, что у вас нету дня сурка. Поэтому очень важно задумайтесь вот в этом направлении. Задумались? Приняли решение? Поехали. Что нужно вам сделать сейчас? Вам необходимо взять и назначить себе премиальные или поздравления, или поощрения за проделанную работу. Может, это будет раз в неделю. Может быть, это будет каждый день за каждый шаг. Но обязательно еще нужно не только поощрение. Поощрение мотивирует. Но очень часто люди не делают. Говорят, а я обойдусь без этого поощрения. Придумайте себе наказание. Сами для себя. Честно перед собой. Что вы сделаете себе, если вы не сделаете то, что вы запланировали? Не для меня, не для своих наставников, не для кого-то, а для себя, любимой. Сделайте, обещаете? Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Итак, давайте теперь поговорим. Мы проанализировали вас, проанализировали ваши какие-то временные рамки. Давайте проанализируем вашу структуру. Если у кого-то нет структуры, это пригодится вам на будущее. Возьмите, сделайте распечатку. Эту распечатку можно сделать в интернете. Спросите наставников технические данные, они вам объяснят, как это сделать. Второй момент. В этой распечатке вам необходимо будет отметить людей. Купите 4 выделителя, не фломастера, выделители, чтобы не зачеркивать. Первый фломастер красный обязательно, второй желтый, третий синий, четвертый зеленый. Итак, начинаем с зеленого, с приятного. Зеленые это новые консультанты, которые приходят к вам в структуру. Посмотрите, выделите, посмотрите, сколько у вас приходит к вам лично и к вашим людям. Второе. У нас идет желтый. Желтый это потенциальные лидеры. Это те люди, которые или уже делают объемы, или уже какие-то движения делают очень такие серьезные, или вы в них видите того лидера, который может в определенный момент раз и вместе с вами сделать большие действия и добиться квалификаций высоких и драгоценных и высших. Это вот потенциальные лидеры желтые. Третий пункт фломастера это синий. Синий это те люди, которые делают до 100 баллов. 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90. Это те люди, которых я называю мои любимые консультанты. Они являются привилегированными. Но они являются моими любимыми консультантами. Потому что благодаря этим людям мы зарабатываем большую часть денег. Потому что это те люди, которые приносят нам деньги. Но я не могу просто получать деньги за их объемы и не отблагодарить их. И вот этих людей я благодарю своим вниманием, своим радушием, сообщением, подарками, презентами, мотивацией и так далее и тому подобное. Очень многие привилегированные покупатели у меня уже перешли в разряд 100 бальников и более. И последний красный. Я его называю караул. Это те люди, которые от 3 до 5 месяцев ничего не брали. Посмотрите в свое распечатку. Посмотрите, кого у вас больше. Посмотрите, с каким пунктом вам необходимо работать. А чтобы понять, с каким правильно пунктом надо работать, я сейчас вот это стираю. Вы все запомнили, да? Анализ, цель, план, действие, результат, анализ. А не так, что раз начали действовать, не спланировав и не проанализировав. Давайте с вами посмотрим вот такой момент. Все знают, что такое бассейн? Думаю, что да. Вот смотрите, вот бассейн. У него есть место, где вода втекает. Втекает. Это наши новые консультанты, которые приходят к нам в структуру. У него есть место, откуда вода втекает. Это наши удаленные консультанты, те, которые ушли из компании. И вот здесь посередочке, посерединочке, это те, которые от 3 до 5 месяцев ничего, ну сейчас периодов, ничего не брали. Это те люди красные, на которых нужно обратить внимание. Так вот, смотрите, если у вас удаленных консультантов больше, чем вновь прибывших, то есть новых консультантов, то это разрушение, ваша структура разрушается, и результата вы своего не добьетесь в этой ситуации. Если у вас удаленные консультанты равны новым консультантам прибывшим, то это называется стагнация. Стагнация это неплохо. Многие говорят, я стабильно. Стабильность хороша на месяц, на два. Если стабильность у вас длится 3-4 месяца, будьте готовы, что у вас начнется разрушение. Потому что поток вливания новых консультантов, если он не прибавляется, то здесь вода начинает утекать. Понятно, о чем говорю? Теперь я стираю это все, и я вам напишу крупно самую важную формулу, что вам необходимо сделать. Смотрите, у вас только тогда будет результат, когда вы все проанализируете. И если у вас удаленные консультанты, умножить их, их количество умножить на 2, вот столько у вас должно прибывать новых консультантов. Ну, предположим, у вас компания удалила 5 человек, 5 консультантов. Умножаете на 2, вам нужно пригласить 10 консультантов. То есть, если это в 1 месяц удалено, то значит в 1 месяц должно быть 10. Всем все понятно? Смотрите, мы сегодня сделали очень маленький, короткий блок. И я вам рекомендую поработать над каждым пунктом один на один. Вы можете остановить ролик, вы можете его прогнать, и вы можете поработать и задать вопросы подобные своим консультантам. Я могу сказать, что мы на этом заканчиваем первый урок. Он короткий, но у нас ограничено время. И поэтому более подробную информацию я планирую сделать в других уже тренинговых моментах. Но зато я сейчас хочу вам сказать, что на следующем уроке, на втором, который будет называться «Цели определения», «Цели полагания» и «Цели удержания» именно там, из мечты, которых вы напишите, мы переведем ваши мечты в цель. И именно на том уроке мы с вами будем двигаться, именно как правильно создать эту цель, как определить, чтобы она действительно сбылась. Именно там вы услышите секрет, который я получила от Бориса Марковича Островского. До новых встреч, мои дорогие друзья! С вами была Курячая Татьяна.